Палата, окно, кондиционер, очиститель воздуха, тумбочка, туалет. Контейнер для мусора, душ. Передача, с которой все началось. Мерген прилетел в Китай 27 февраля, то есть в разгар эпидемии в этой стране. И попал в очень интересную историю. Я ее кратко знаю. И сейчас нам Мерген об этом все расскажет. Расскажет о ситуации вообще на сегодня, какая там в Китае. Я думаю, будет интересно. Мерген, привет. Мерген уже на связи. Ну давай, Мерген, сразу перейдем к тому, что 27 февраля ты прилетел в Китай. И я немного знаю эту историю. И мне бы хотелось, чтобы наши телезрители, подписчики это услышали. Я знаю, что ты попал в эту историю. Да, такая ситуация была. Я прилетел 27 февраля в Шанхай. 27 февраля в Шанхай. И из Шанхая я уже приехал в свой город Иу. Это 200 километров от Шанхая. Приехал в свой город. Буквально я 27 ночью прилетел. И 28-29 что-то в новостях читаю, в ленте новостей, что на рейсе из Италии прилетела китаянка, которая была заражена. Начинаю смотреть вот эту новость. А там написано, что она транзитом через Москву летела. Из Италии в Москву, с Москвы до Шанхая. Начинаю смотреть номер рейса. Смотрю рейс такой же. И время прилета такое же. Все-все-все такое же. То есть как бы это... Оказалось, как у меня рейси. Да, прям мой рейс. И типа у нее уже 100% подтвердили. А это было... 27-го мы прилетели. Это где-то новость вышла 29-го утра. Значит, ну я что делать? Начинаю писать... Написал коллеге своему, который тоже до этого рейса летел. Написал ему. Мы эту новость еще раз проверили. Ну, что может там фейк, не фейк. Проверили. А там была государственная служба новостей. То есть, ну, китайская. То есть как бы не вброс. Была ссылка на официальный источник. Так, мы позвонили сначала в больницу. А, да, мы сначала позвонили в больницу. Узнали, где у нас в городе вообще делают тестирование и так далее. И поехали туда. Единственное, что как бы мы себя вообще полностью нормально чувствовали. И там никаких симптомов не было. А когда туда приехали, начали уже там подробно это все вспоминать. И у нас был... Нам повезло. У нас на бизнес-класс был билеты. О, места. То есть, ну, самолет длинный. У нас был там шестой ряд, по-моему. А у них был... А у нее был 22-й ряд. Она в конце сидела. Ну, да, там от середины ближе к концу. Там, я думаю, рядов 30 с лишним всего. Она на 22-м сидела. И мы зашли, получается, в самолет самые практически последние. А выходили, получается, самые первые самолеты. Поэтому как бы еще так более-менее спокойно были. Ну, плюс все там в масках были и так далее. И все, мы приехали. А я почему-то был как-то уверен. Не знаю. Ну, я себя хорошо чувствовал. Мы когда приехали туда, ну, объяснили ситуацию. Нас сразу закрыли. Куда вас закрыли и как? Приехали в больницу, да? Я так понимаю. Мы приехали в больницу вдвоем с коллегой. Да, мы приехали. Я думал, мы приедем. У нас возьмут там тесты, анализы и так далее. И там, как все, ну, проверят и отпустят сразу домой. То есть скажут, что все нормально и отпустят. А нас, получается, нас не отпустили, конечно. А мы просто вещи с собой не взяли, да? Ничего не взяли там. Я только зарядку от телефона взял. Еще там что-то помелочи совсем. А так, там, ни запасных вещей, ничего. И нас закрыли, да? Ну, уже хорошо. Хоть зарядка от телефона есть. Да, хоть зарядка была. И нас закрыли прям. Я потом, я даже видео записал оттуда. Я потом тебе скину, там, посмотришь условия. То есть там такая прям профессиональная клиника. Каждый там отдельно в палате сидит. В палате там такая палата, как душ, туалет. Там все-все-все. Там средства связи. Все там одноразовое. Все дезинфицируется по три раза в день. И нас там вот продержали 12 дней. Получается. Ну, потому что мы два дня... Мы два дня не знали. В стране? Да, уже были в Китае. Единственное, что меня удивило, когда нас, получается, закрыли, там, первый же день нам позвонили из... Ну, лично мне звонили, наверное, с 7-8 разных служб. То есть там сначала позвонили с Центра контроля заболеваний, потом с полиции, потом с миграционной службы, потом какие-то местные какие-то управленческие органы. Потом уже, когда там пятые, шестые, седьмые начали звонить, я, честно говоря, уже перестал запоминать, кто они такие. И они начали все выяснить. Они звонили, выясняли, с кем мы контактировали за эти два дня. А, то есть после этой новости, когда подтвердилось, что эта женщина с Италией, у нее подтвердился коронавирус, они начали все контакты отслеживать, да? Да. Соответственно, по спичку пассажиров, всех. Да. Они начали всех, во-первых, отлавливать, а во-вторых, те, которые уже пересекались даже с нами, их тоже начали отлавливать. То есть, вот эти два дня пока... Ну, ладно, мой коллега, мы прилетели в пятницу, и, получается, субботу-воскресенье он дома сидел и, в принципе, ни с кем не пересекался. А я на субботу-воскресенье еще, как прилетел, поехал на работу и работал. И там с несколькими коллегами еще пересекался. И, как бы, мне, с одной стороны, было неудобно, потому что, я понимаю, сейчас их тоже закроют. Из-за того, что они там со мной виделись за эти дни. За эти два дня. А, с другой стороны, как бы, я себя хорошо чувствовал, думал, все нормально. И, этот... Мне начали звонить, я говорю... Нет, и мне начали звонить и говорить, там, с кем пересекался, там, пятый-десядый. Я говорю, я ни с кем не пересекался, говорю, дома сидел. Они такие, хорошо, все, типа... Ну, они прям по минутам начинали. Куда мусор ходил выносить? Где хлеб покупал? Где воду покупал? То есть, до такого. Потом, ну, я сказал, я нигде не был, никого не видел. Мне, ну, все записали, через час мне перезвонят, говорят, что ты врешь, как мы тебя вычислили. Номер... По номеру биллинга... Мой номер телефона по биллингу пробили все мои передвижения за два года. Потом по номеру моей машины пробили все... где я останавливался. Пробили... Где я останавливался, сколько времени я там был. И фотографии у них были. Там даже было видно, кто со мной там в машине моей сидел или я не сидел. А они к тебе приходили? И короче... Нет, это все по телефону было? Не, я же... Да, я же на карантине сижу, они мне просто добавили меня в мессенджеры и начали мне высылать там такой листок, написан, А4 мне выслали, и где каждые пять минут передвижения мы по городу были расписаны. Я говорю, вообще... Ну, я коллегам позвонил. Да. Я позвонил коллегам, которыми я пересекался, и я им объяснил, что их закроют, чтобы они хотя бы подготовились. Их закрыли. Не, ну там видишь, из-за того, что мы летели на одном рейсе с, получается, зараженным, у нас, типа, первая категория... Контактов. А у тех... Да, контактов. А у них вторая категория контактов. То есть, с потенциально тем, кто мог, типа, заразиться, еще те, кто контактировал, у них, получается, вторая категория. И они, как бы... Их не надо закрывать в больнице, но их надо закрывать дома. То есть, у них такой домашний карантин. Их им закрывают и не выпускают из дома. Еду им приносят и под дверью кладут и уходят. То есть, они дома сидят. И в итоге они тебя вычислили вообще, где ты был, как ты был. Че, стыдно было? Скажи, что ты их обманываешь. Не, в этом плане, да, я понял, что как бы от китайцев, ну, по крайней мере, здесь, Китая, там особо... Ну, если они захотят, они все, что угодно вычислят. То есть, там обманывают, бесполезно. И на самом деле уровень такого профессионализма очень высокий в этом плане. то есть, сколько они быстро это все вычислили, насколько быстро закрыли, потом сам уровень вот этой больницы. Да, да, давай подробнее в больнице. Вот комната, да, ты говоришь, все оборудовано там. Как тебе относится? Ладно, комната, вот ладно, комната, допустим, нас привезли в эту больницу, там сразу у входа встречают такие врачи полностью в скафандрах, как у Путина. Какого цвета? Такие полностью... Но у них белого, не белого. У Путина желтый. И этот... Да. И у них такие специальные дезинфикаторы, такие пушки, такие, которые там жидкости опрыскивают. И мы когда шли, или за нами, за нами дезинфицировали пол. Потом, потом мы в лифт зашли, в лифт зашли, кнопку нажали, допустим, на лифте, и за нами все кнопки дезинфицировали. Потом мы в комнату зашли уже, за нами тоже весь пол продезинфицировали, и уже когда закрыли комнату, все там, и мы там считает, в этой комнате просидели. А вы были вдвоем в одной комнате или по одному? не каждый 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 отдельно в комнате каждый отдельно в комнате получается не заходить и выходить нельзя передавать ничего тоже нельзя но передавать можно было потом через три дня то есть через три дня это же инкубационные период идт и по когда уже симптом проявляет через три дня мы, ну мы вообще каждый день сдавали анализы. Мы сдавали анализы, ну я раза пять сдал, там и кровь, мазок с горла, мне даже МРТ делали грудной клетки два раза. Я потом еще, я еще потом разговаривал, мне интересно было, я просто в больницу там у знакомых ходил, когда болел. МРТ грудной клетки здесь стоит 800 евро, это где-то 9000 рублей. А мне сделали, да, получается 2 МРТ, анализы брали, плюс я, получается сколько, 12 дней в этой больнице, там минимум по 2000-3000 в день это стоило. То есть, я думаю, на меня потратили, ну, тысяч 40-50 рублей. Еда какая была? Еда, ну, китайская, в принципе, съедобная, но три раза в день, три раза в день, как нормально. Что, какие там, для развлечений там что-нибудь, связь там или что-то? Ничего, ничего, только телефон. Телевизор был в камере? Ой, в камере я уже говорю. Да, мы потом как отсидели, шутки пошли там, наколки себе делать. Коронавирус. Как относился тебе медицинский персонал? Очень хорошо. Все, все вежливые, все, то есть ты, ну, допустим, там, на седьмой, восьмой день уже, в принципе, понятно, что тебя держат только из-за правил. Потому что все возможные анализы, уже анализы никто не брал, просто температуру мерили. И тебя еще там, у меня еще должны были там, грубо говоря, три-четыре дня, последние просто так держать. И уже начинали мы нервничать, потому что, ну, прям совсем долго, и, считай, мы без вещей. Мы в одной и той же одежде 10 дней, грубо говоря, там же в палате то, что постирал, потом одел, как бы тоже, ну, некомфортно. Начинали нервничать, там, с медицинским персоналом разговаривать, но они всегда успокаивали, говорили, да, там, так и так, вы поймите, войдите в положение, что это, ну, у вас правила такие, мы не можем. Положено, положено, типа, не, мы, допустим, мы должны вас выпустить, там, в четверг в 8 часов утра. Ни минутой раньше, ни минутой позже мы не можем все, как бы, в этом плане не очень строго было, но сам персонал очень, то есть, через три дня, через три дня нам уже можно было и посылки передавать, и заказывать с интернета, там, еду 5-10, то есть мы уже там, ну, все, что можно было, я там и одежду себе заказал, хотя бы сменную, и еду себе заказывал такую, какую хочется. Через 12 дней вас отпустили, да? Да, через 12 дней отпустили, мы свежий воздух почувствовали. И какой-то вывод сделал, когда ты вышел после больницы? Ну, на самом деле, за то время, что я когда там был, сам вирус, он еще так сильно не распространялся, не было распространения. Он распространен, точнее, на этом, и за рубежом, только в Италии. Потом, когда меня уже отпустили, он был там и в Америке, и там, в Англии, ну, то есть, во многих уже европейских странах сильно был. Это тебя отпустили числа 10 марта, да? Нет, это чуть позже, 11-го, по-моему, или 12-го. 1-й салмата, ну, в России еще так не сильно было, по-моему, даже и не было. В России, да, тогда, по-моему, было человек 300, 500, что-то такое-то. На сегодня, какая ситуация в Китае, ходят ли люди в масках, в индивидуальных средствах защиты? И мне бы хотелось, чтобы ты потом сделал бы видео улицы там и скинул, и мы как-нибудь смонтируем потом, чтобы под твои слова. Да, не вопрос, можно. В общем, это торговый центр у нас, просто 9 утра сейчас еще, что-то народ маловастенький еще. И этот, получается, два охранника стоят, все входы в торговый центр закрыты, кроме одного. Вот, и этот, и проверяя температуру, и показываешь QR-код, тогда проходишь. Ну, вот, примерно вот так это выглядит. Ну, сейчас что-то пустовато, не знаю, это то ли из-за того, что торговый центр еще не открылся, то ли почему. Ну, вот, примерно так выглядит это все. Смотри, здесь сейчас уже намного, тут, видишь, зависит от провинции. То есть, если в какой-то провинции, ну, провинции это как регион, там, республика. Субъекты. Да, субъекты. Если в провинции зараженных мало и новых распространений мало, то, в принципе, правительство потихоньку снижает уровень безопасности, открывает, ну, дает разрешение на открытие, там, всяких развлекательных заведений, ресторанов, кафе, кино, спортзал и так далее. Той провинции, в которой я живу, здесь очень мало и зараженных, и, ну, вообще-то, все время даже коронавируса было мало. И, в принципе, сейчас практически все, что можно, уже открыли. То есть, по улицам достаточно много людей, рестораны процентов 50 уже точно открыто. Ну, рестораны тоже почему-то не все открывают. Некоторые разрешают, некоторые не разрешают открывать. Всякие развлекательные, то есть, торговые центры все практически открыты. Единственное, там, знаешь, как в любое место крупного скопления людей на входе всегда требует QR-код. QR-код, он дается тебе, когда ты заходишь, там, в специальное приложение, и там список вопросов. Там список вопросов. Допустим, ты отвечаешь, был ты за границей или не был последние 14 дней? Есть ли у тебя температура, кашель и так далее? Короче, ну, там, список вопросов. Ну, вопросов, не знаю, 10, может, 12. И когда ты на все вопросы ответил, тебе, если там, допустим, какой-то пункт у тебя под вопросом, то есть, у тебя, допустим, есть кашель или есть там температура, то программа это фиксирует автоматически, и у тебя QR-код, он желтый. Может быть, желтый, красный и зеленый. Если красный, то тебя никуда не пустят. Если желтый, и вообще, если красный у тебя будет, то тебя могут, скорее всего, задержать и домой отправить. То есть, это, скорее всего, ты должен дома сидеть на карантине. Желтый, это, как бы, тебе можно передвигаться, но не во все места нежелательно. То есть, могут не пустить, да, в общественное место вот это, да? Да, 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 желтым QR-кодом могут не пустить, а их проверяют всегда на входе, на всех ресторанах, во всех местах. А зеленый, в принципе, ты хоть куда можешь проходить. Единственный там прикол такой, что там внизу, вот когда ты отвечаешь на эти вопросы, там внизу есть пометка. И причем, ну так крупными буквами написано, если заведомо вы отвечаете там неправду, то отвечаете там по всей строгости китайского закона. То есть, если ты заведомо написал, что там у тебя нет кашля, это ты знал, что у тебя есть кашля. Или если ты был за границей, но ты написал, что ты не был за границей. Это уголовная ответственность или какая? Я, честно, не могу, не знаю точно, но мне человек из службы, из центра контроля заболевания, она мне сказала, что это очень строго. То есть, если они специально предупреждают, что если кто-то неправду отвечает, то там как минимум большие штрафы. А штрафы, ну, очень большие, до каких-то даже, может быть, уголовных дел. Можешь ли ты сказать, что у тебя в провинции, в том городе, где ты живешь, что общественная жизнь, она уже вернулась в той, которая была до коронавируса? Ну, так прям сказать не могу, но практически, я думаю, еще месяц максимум уже должно прям полностью вернуться. Если в таком же темпе будет все развиваться и успокаиваться, то я думаю, еще месяц и здесь все закончится уже. Ну, стабилизируется, как раньше. Тут единственное, просто лишь, понимаешь, я живу в городе, где он торговый, и здесь всегда очень много иностранцев. Из-за того, что сейчас границы Китай закрыл, здесь, как бы, китайцы уже в обычном ритме работают и живут, а иностранцев нет. А без иностранцев, как бы, здесь тоже очень сильно стала торговля и стал такой жизненный ритм, жизненный ритм города. Чуть сбился, да? Да. Это больше экономический, наверное, да? Ну да, на самом деле, да. Давай мы попозже об этом поговорим. А вот сейчас вот такой вопрос. Вот ты говорил про медицину, про как вас там встречали, про... Насколько... Мне бы хотелось услышать, насколько развита медицина в Китае. Как они отреагировали в общем? Тебе же там лучше это видеть, лучше это знать. В общем, искать по всей стране. Мне бы хотелось этого слушать. Обработки идут, если мы видим, в машине ездят, люди ходят с этим, с пушками всякие обработки. Это было везде, в каждом городе, да? Это, в принципе. Ну, да, я это, как бы, вживую не видел. То есть, когда сама была прям такой самый пик дезинфекции. Но... Но этот... Я знаю точно, допустим... Как я тебе говорил, когда кого-то сажают на домашний карантин, к нему практически раз в день приезжают люди, которые обрабатывают дверь входную. То есть, ну, человек же все равно дверь открывает, там, еду забрать или еще что-то. И раз в день приходит человек, и просто его дверь берет и пушкой поливает с дезинфектором. И, на самом деле, сейчас вот этих средств защиты очень много здесь. То есть, когда был самый пик, здесь даже маску было не купить. А сейчас и санитайзеры, и маски, и перчатки, и костюмы все тут, как бы... Они уже по нормальной цене стали продаваться, и никакого дефицита нет. То есть, прям совсем легко можно заказать. В интернете, грубо говоря, сегодня заказал, через два дня пришло. Ну, Китай сейчас закидал всю Европу и Америку всеми этими средствами защиты, по-моему. Да, они быстро... И, по-моему, я так слышно. Они быстро перестроились. Да, да. За зарабатывающие деньги. Мне бы, Мерген, хотелось бы послушать о ответственности, о дисциплинированности вообще китайцев, жителей. Как они отреагировали на это. У нас в Элисте вот первую неделю люди дома сидели. Вторую неделю, там, вторая неделя заканчивается, да. Уже к концу второй недели, в середине второй недели люди. Видимо, из-за того, что денег нет, да, вышли там зарабатывать, вышли на работу или что. И вот я езжу по Элисте, я вижу то, что машины у нас ездят так же, как и в обычный будний день. И на это и министр Кикенов облачал внимание, и глава Роспотребнаджора Джангар Санджиев облачал внимание. Вот как китайцы сами, жители, как на это реагировали и реагируют до настоящего времени? Мне бы хотелось услышать о их дисциплинированности, о их ответственности. Как, как у них это, на каком уровне? На самом деле, китайцы восприняли это сначала, ну, я так считаю, что достаточно спокойно. То есть, в плане именно изоляции, там, того, что все развлекательные заведения, все мероприятия отменили, они это спокойно отнеслись, и большая часть людей все равно, вот, видишь, это у нас называется изоляция, да, самоизоляция. Здесь, как бы, есть понятие, ну, карантин-карантин, здесь говорят, сказали карантин, значит, надо дома сидеть. Если ты вышел на улицу, там, единственное, да, там были тоже, как и везде, определенные профессии, там, и аптекари, и аптекарь, врачи, да, и так далее, которым все равно даже во время карантина можно, надо работать. Но, в целом, в целом, люди, я думаю, месяц точно сидели дома, прям массово, практически не зависит, в каком городе. То есть, даже в городах, где такой эпидемии не было, где даже заразившихся или там зараженных было мало, даже в этих городах, как бы, очень строгий карантин был некоторое время. Единственное, что тут, вот, как ты подчеркнул, в плане экономическом, китайцы, ну, они, во-первых, достаточно сильно отличаются от нас. То есть, я думаю, вот, лично по моему мнению, среднестатистический китаец, он практически всегда держит кубышку с определенным количеством денег, который ему хватит, ну, минимум, вот, если у него полностью весь доход исчезнет завтра, то ему этих денег хватит, ну, я думаю, минимум на три месяца, а в целом на полгода точно. То есть, от трех до шести месяцев. Среднестатистический, ну, у китайцев такой менталитет. Не, ну, еще есть возможности же, еще есть возможности, если позволяет та же заработная плата откладывать, первое, второе, да, и меры какие-то господдержки, наверное, были еще. Не, меры господдержки понятно, да, это все есть и было. На самом деле, у китайцев именно это в плане точечной экономики, она очень сильно работает. Вот даже я прилетел, я работаю в городе, где основной, основная прибыль города – это международная торговля. И правительство города выплатило мне компенсацию за то, что я вот прилетел сюда. Выплатили, оплатили мне стоимость билета за то, что я прилетел в такое неблагоприятное время, когда все боялись лететь, потому что, типа, городу выгодно, чтобы я здесь сидел и работал. И мне компенсировали, я приехал. Билет показал, лицензию на коммерческую деятельность показал, и мне выплатили. В плане, в экономическом плане, да, то есть ты говоришь, там, и возможности и так далее, но все равно это тоже, как бы, я думаю, по большей степени это все-таки менталитет и культура другая. То есть, именно, понимаешь, когда человек у них здесь, в Китае, начинает зарабатывать первые свои деньги, у них есть такое правило, что всегда ты сначала копишь деньги на, вот, как я это сказал, типа, финансовую подушку на такой, на... На черный день, грубо говоря. На черный день, да. Как у нас говорят. Да, при том, что я знаю китайцев, которые со студенческих времен этим начинают заниматься, то есть, грубо говоря, с 18-20 лет. Естественно, чем старше человек становится, тем эта кубышка у него, то есть, когда-то ему, там, 50 тысяч рублей могло хватить на полгода, да, а потом оно увеличивается, но, в среднестатистически, китайцы, они всегда такую кубышку держат. У нас, я думаю, не в России, в целом, в Калмыкии нет такого, вот, именно, экономически, культурного восприятия такого, что даже, в принципе, даже в какое-то благоприятное экономическое время, что нужно держать какую-то, там, сумму денег на черный день, потому что никто же не знает, когда черный день наступит, а... Черные месяцы. Да, черные месяцы. Поэтому в этом плане китайцам было, я думаю, легче, да, потому что экономически они вполне могли себе позволить этот карантин, это домоседство. Естественно, очень тяжелые последствия сейчас всплывают, но, но, все равно, я думаю, им было чуть полегче. Вот, во время карантина, как у вас было с учебными заведениями? У нас сейчас школы, я так понимаю, проводят онлайн-обучение. Те же студенты, да, получают онлайн-обучение. Какая ситуация, у вас какая-то была? Есть до сих пор? Да, до сих пор есть. Вот, кстати, именно сам это, это то, что все учебные заведения практически пока не открывают. То есть, они все сейчас... Ни детские сады, ни школы, ни университеты, по сути дела, таких очных занятий не проводят. Там, где есть возможность, проводят онлайн, там, где нету возможности, допустим, детские сады, да, то есть до шести лет, они просто как бы закрыты, да, они закрыты и все. В этом, да, в этом пока есть проблемы и сложности. Но, честно, мне кажется, именно учебные заведения откроются очень поздно, совсем не скоро. То есть, даже здесь Китая, учитывая, что во многих здесь провинциях уже прям хорошая ситуация стабильная, именно учебные заведения там говорят, что в лучшем случае в мае, в июне откроются. Какие именно меры господдержки оказало государство, да? Давай по двум категориям. Это население непосредственно и бизнес. Малый, средний бизнес. О чем ты знаешь, что я не услышал? Я думаю, что ты готовился к этому интервью, да? Наверное, ты не знаешь это. Ну, смотри, у них все способы господдержки, они точечные. И для разных регионов и для разных там слоев населения все эти способы поддержки, они разные. Вот я точно знаю, что вот у нас, допустим, для нашего города понизили ставку налоговую на весь год вперед и обещали в следующем году ее тоже оставить такое. В принципе, она была 3%, теперь она стала 1%. То есть, в принципе, даже когда мы работали в прошлом году, даже 3% было на самом деле не так много. То есть, никто никогда от налогов так особо не уклонялся, потому что 3% заплатить это как бы не такие деньги, чтобы закон нарушать. А этот 1% сейчас сделали. Потом я точно знаю, что есть точечные способы господдержки для малых и средних бизнесов. То есть, ну, видишь, Китай, он такой, для Китая малый и средний бизнес, это в первую очередь источник рабочей занятости населения. То есть, я знаю директоров фабрик, которые, допустим, у него фабрика, где работают там 50 или 100 человек. И правительство, если это было Шаньтоу, достаточно такой крупный город, правительство города ему говорит, что в целом ты небольшое предприятие, потому что годовой оборот у него не переваливает там какую-то сумму. Поэтому, в принципе, по налогам практически какие-то копейки платят, плюс к этому ему понизили ставку за коммунальные расходы. То есть, свет, вода, ну, в основном, самый главный свет, конечно. Его главные расходы, да? Да, да, да. Для производства. И дали отсрочку на оплату аренной платы за помещение, которое он снимает для производства. То есть, ну, он подал заявление, что если, потому что производство у него стоит, если производство не запустится, то я, говорит, закрываю и увольняю 50 человек. Ему дали разовую выплату дополнительную и дали ему отсрочку, там, по-моему, на полгода вперед на оплату аренды за помещение. И, в принципе, он говорит, что с ним, ну, как я с ним разговаривал, он говорит, с ним правительство разговаривает так, что, мол, мы тебя будем максимально поддерживать. Ты, главное, вот эти, у тебя 50 человек есть работать, там, 50-100, пусть они, ты им, главное, зарплату плати. А все, что, ну, все какие-то господдержки, которые мы тебе можем дать, мы тебе минимально будем давать. Но при этом мы с тебя ничего не требуем вообще. Ни там налоги платить, ни какой-то, никаких проверок у него никогда отродясь не было, по-моему. В бухгалтерии, он вообще, у него бухгалтера нету на фабрике, он сам все считает, там, отправляет эти отчеты в налоговые службы. То есть там достаточно тоже легко все считается. На самом деле, это, если говорить и до кризиса, и после кризиса, я сколько разговаривал с директорами и крупных, и средних, и малых предприятий, все они говорили, что именно взаимодействие с госструктурами очень хорошо налажено у них. То есть у них нет никаких, каких-то таких прям практически нерешаемых проблем абсолютно. То есть они всегда знают, что государство от них хочет, и это всегда какие-то конкретные вещи. Допустим, у него там на фабрике 30 человек работают, и он хочет получить какую-то дополнительную господдержку. Ему говорят, у тебя должно работать минимум 100 человек. Он начинает наращивать фабрику, начинает увеличивать штат для того, чтобы получить эту господдержку. То есть он, это хитрость именно в некотором случае китайского бизнеса, что для того, чтобы получить какую-то господдержку или какие-то привилегии и так далее, им не обязательно навариваться чисто на товаре. То есть им не обязательно, у них есть два источника дохода. Первое, это они могут получить, особенно малый и средний бизнес, какие-то преференции от государства и на этом заработать. Второе, это они, допустим, продают, у них ложка стоит один рубль, им достаточно его продавать за один и один. А еще одну копеек, еще 10 копеек с этой ложки они получают от государства. То есть государство заинтересовано, чтобы малый, ну вообще, чтобы бизнес там работал, и они сейчас его поддерживают, да? Да, малый, 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 малый средний бизнес. Меры социальную занятость населения, чтобы те 50 человек и страдали, те 50 человек остались, работали, потому что у них есть семьи и тому подобное. Были ли меры соцподдержки населения? Вот в Штатах, ты знаешь, Трамп объявил тысячи долларов взрослому, пятьсот долларов детям, тем людям, которые за 18-19 год платили налоги. Для граждан в Китае были малые мужчины? Пока я такой информации не читал, честно. То есть в Китае таких прям прямых выплат, по крайней мере здесь, я не видел. Единственное, я знаю, что очень много крупных китайских... Предпринимателей? Ну нет, богатых людей, в принципе, да. У них есть тоже такие благотворительные фонды китайские. Я знаю, вот Джек Ма, это самый богатый человек Китая, он там сколько-то, 50 или 100 миллионов долларов перечислил в этот фонд для помощи как раз тем, кто больше всего пострадал от последствий от коронавируса. Я знаю, что Китая перечислил. То есть во время коронавируса, пандемии, тоже было очень много благотворительных акций, да? Благотворительных организаций, которые шли, наносили те же пакеты адресно для населения. Да, просто в Китае это как-то сильно не афишируется. И на самом деле, мне трудно сказать, почему это прям так сильно не афишируется. Но в целом, в плане поддержки, это и население, и там малоимущих и так далее. Но я почти уверен, что с этим больших проблем нет. И с государственной стороны, и со стороны фондов благотворительных. Потому что даже я, здесь находясь, хотя я иностранец, да, я по сути дела не гражданин Китая. Сколько вот, когда я был на карантине, сколько мне помогали там, и все бесплатно. А я еще думал, вот я сейчас, меня выпишут, а потом мне счет там выставят, скажут, вот мы тебя там лечили, проверяли, да, кормили, вот тебе счет на там 50 тысяч, 100 тысяч на закатят. Ничего мне, никаких естественных счетов, при том, что знаешь, самый прикол, когда меня выпускали, мне дали такой большой, такие два пакета. Там фрукты, маски, там какие-то подарки еще мелкие и так далее. Два таких здоровых пакета, типа вот, это тебе витамины, говорят, езжай домой, и типа дома. Ну, они мне сказали, что еще желательно дома там один-два дня посидеть. То есть они как бы извинялись, да, этим, что они тебя заставили посидеть. Да, 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 что они типа извинялись, и вот мне эти два пакета дали. Поэтому, в принципе, в принципе, я думаю, здесь Китая с этим особо каких-то больших проблем нет, именно с поддержкой, поддержкой населения и таким точечным поднятием финансового поливания. Просто я думаю, что Китай, ну, пока еще они подсчитывают убытки, пока еще до конца непонятно, какие потери будут. Но сейчас уже, да, начинается перестроение. Единственное, видишь, допустим, вот тот же бензин, тот же, та же нефть упала. Это вообще для, я думаю, для россиян, это и для нас, для калмыков, это, ну, такое, наверное, вряд ли кто видел в жизни. Я прихожу на заправочную станцию, а я еще, я же прилетел до падения, по-моему, до падения доллара, или после? В общем, я заправился 95-м бензином, и потом уже после... Меня закрыли, я там сколько, 10 дней просидел, вышел, опять на машине ездил, что-то туда-сюда, опять приехал на заправку, и бензин стоил на 18% дешевле, чем неделю назад. То есть стоимость бензина, ну, как нефть упала, и бензин стал дешевле, соответственно, на 18% дешевле стал. То есть в Китае на 18% стал бензин, а у нас мы производим его, да, что это добываем, и у нас ничего мы даже... Ну, у нас, понимаешь, это даже для некоторых людей, вот даже для меня это было удивительно, потому что я думал, что бензин, ну, ладно, бензин, в принципе, если что-то подорожало, оно уже вниз упасть не может. Ну, да. Типа, ну, вот такая. Тем более такой сезовой период, да, к пандемии идет. Да, 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 да. А, ну, в нормальной рыночной экономике, ну, не знаю, если можно так назвать, но в Китае хоть и коммунизм, но экономика вполне рыночная. Да, именно то, что цены, цены могут меняться, и при том, что дешеветь очень сильно. То есть очень сильно могут... А еще что подешевело или что поднялось в Китае? Ну, смотри, Китай в этом плане такая, ну, можно сказать, стабильная страна. Вот у нас любят, особенно по федеральным каналам говорить, что у нас стабильность. Я думаю, я просто думаю, что у нас люди в целом не очень понимают, что такое стабильность. Допустим, в Китае, да, в 2008 году, грубо говоря, я прилетел, это сколько, 12 лет назад, тогда была бутылка воды стоила 1 юань, а сейчас, не сейчас эта бутылка воды стоит 1 юань. Потом, там, не знаю, булка хлеба стоила 4 юаня, и сейчас она стоит 4 юаня. А у нас, я сейчас скажу, рублевый пакет стоит 2 рубля. Да, да, да. Пакет 2 рубля. Да, 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 да. Служи. То есть, как бы знаешь, как у них получается? У них есть базовая что-то вещь, какие-то вещи базовые, да? Которые, в принципе, вот если взять, там, 10, даже 12 лет, они практически не меняются в стоимости по национальной валюте. Единственное, что из-за того, что там люди богатеют, там, экономика меняется, то есть, допустим, 12 лет назад была одна бутылка воды, грубо говоря, 1 юань стоила, потом другая была за 3 юаня и за 5 юаней. Вот 3 вида было, грубо говоря, да? По стоимости, я имею в виду. А сейчас есть за 1, за 3, за 5, а есть за 10, за 15 юаней, за 20 юаней есть бутылка воды. То есть, как бы, именно ассортимент ценовой, то есть, подороже, то есть, просто появились люди, которые могут себе бутылку воды за 20 юаней купить. А тогда и был, да, выбор. Но та бутылка, которая стоит 1 юань, она до сих пор и как тогда была, и как сейчас есть, и будет, и она, скорее всего, еще 20 лет так будет. Поэтому вот это именно стабильность. То есть, когда есть рост, но все, что базовое, оно остается, как бы, навсегда практически одинаковом уровне. А вот давай вернемся к коронавирусу. Вот позавчера, говорят, город Ухань, да, где началось, все открыли, да? Да. Салют даже, да, был? Там, да, вот конкретно в Ухане, считаю, туда самые большие силы были брошены, и он был самый, просто, чтобы ты понимал, там город, считаю, 10 миллионов населения. То есть, это очень крупный город, и его, даже если, во-первых, ладно карантин, а во-вторых же город заблокировали, то есть, заезжать-езжать нельзя. Соответственно, чтобы 10 миллионов людей, там, ежедневно питались, ежедневно, там, средства защиты пользовались и так далее, это тоже очень сложно, если в условиях именно закрытого города. Поэтому, да, там, для них, тем более карантин там был строгий и дольше всего, для них было, буквально вот две недели назад, я помню, в новости читал Китая, что закрыли больницу на тысячу человек, которые специально построили в Ухане для новых больных. Вот ее, по-моему, неделю или полторы недели назад официально закрыли, потому что, ну, больше нету пациентов. И, да, и вот, ну, по-моему, на прошлой неделе открыли первые гражданские рейсы поезда. То есть открыли станцию в Ухане поездов, и первые пассажирские рейсы начали туда и оттуда ездить уже. Можно ли считать, что Китай справился, скажем, наверное, уже окончательно? Ну, уже не опасен, имеется в виду, там, нафикс не было. Ну, я думаю, ну, да, я думаю, пока прям, может быть, совсем полностью откидывать нельзя. То есть, как бы, ну, не знаю, лично я все равно сейчас, там, в местах массового скопления, там, еще где-то, там, допустим, даже элементарно, я в лифт захожу, а если я вижу, что кто-то заходит, я пропускаю, потом жду, и потом один еду на этом лифте. Ну, это уже дисциплина. Да, то есть, как бы, все равно стараются придерживаться всех этих мер. Ну, я думаю, ну, в принципе, сейчас здесь китайцы это пропагандируют. То есть, даже если и пандемии не будет, как бы, как китайцы говорят, что... Ну, у них, на самом деле, это было на низком уровне раньше, именно в плане... Гигиены? Гигиены, да. Да? Да, то есть, для них, там, грубо говоря, руки помыть перед едой, это не... Нет такого правила. С улицы, да, да, с улицы пришел, помыть руки для них это раньше, по крайней мере, не было вообще кредитом правила. Но сейчас хотя бы это в таком, я думаю, при большем усилии правительства начали вбивать сильно. И сейчас во всех местах там и мыло есть, и антисептики везде. Поэтому я думаю, что руки мыть лишний раз даже и коронавирус, и не коронавирус лишним им не будет. Но все ходят в масках? Ходят все в масках. Ну, на самом деле, китайцы, в принципе, в масках. Они любят ходить в масках. Как бы, в Китае носить маску, это не считается каким-то там таким... Особенно в крупных городах, особенно в крупных городах, там Шанхай, Пекин, Гуанчжоу. Допустим, вы зайдете в метро, и в метро полвагона будет в масках. Это, ну, в обычное время, да, это не во время коронавируса. Обычно, то есть там носить маску, это как бы в целом нормально. Я знаю, я видел то ли статью, то ли репортаж, когда для китайцев это нормально. Они прилетали в страны Европы, одевали маски, люди на них с осуждения смотрели. Им приходилось снимать эти маски. Ну, что-то такое-то я помню уже, где-то читал, по-моему. Что? Да, просто. Я вот сейчас послушал тебя, да, у меня такая зависть того, что ты там находишься, тебе там безопаснее, чем нам здесь, в Калмыкии родной. Понимаешь? Что вот, по-твоему, что вот, как Россия справится, не справится, что будет Россия? Я понимаю, мы понимаем, что, по крайней мере, в Калмыкии, да в России еще пика нету. Скоро это пойдет распространение. Мы недисциплинированы, по сути, оказывается. Вот мы можем, что я, отчего я лично балдею, да, то, что люди там друг другу помогают. А то, что мы вышли все опять на улицу и, грубо говоря, ходим, по жесткой мере, мне кажется, нужно, чтобы вот, как, что ты прогнозируешь для России такой вот, с опытом Китая? По поводу... Чтобы ты вот вывод какой делаешь, находясь там, как Россия справится, не справится. На самом деле, когда я вот 27 февраля вылетал в Китай, мне все говорили, что, как бы, ты не боишься, там же сейчас самые, ну, многие из-за недостатка информации думали, что здесь небезопасно. А как раз я, когда прилетел, и буквально через две недели Китай закрыл границы, наоборот, чтобы иностранцы больше не привозили коронавирус, потому что уже за пределами Китая распространение было намного сильнее, чем в самом Китае. По поводу России и в целом коронавируса, я на самом деле пока вот на том же карантине был, очень много видео разных, пересмотрел статей, прочитал и так далее. У нас в России есть один такой момент, который в том числе и от Китая нас отличает, и от многих европейских стран. У нас людей пожилого возраста статистически очень мало. То есть у нас в принципе людей, которым 70 плюс, это очень маленькая часть населения. Здесь, допустим, в Китае и в этих странах Европы тоже, которые сильно сейчас страдают, у них людей старшего поколения, то есть 60, 70, 80, 90 даже. В Китае в принципе 90, это в принципе не сказать, что человек завтра должен умирать. Долгожители. Да, то есть у них здесь в принципе долгожителей-то много, и больше всего страшно за них было. И это нормально, то, что их много. Ну естественно, естественно. Но в России, видишь, я... Я понял, на чем ты. Да, у нас-то, блин, у нас... Ладно, женщин, да, то есть там же у нас еще в России сильная разница между мужчинами и женщинами. Но мужчин вообще до пенсионного возраста еле-еле люди доживают, если так взять по-честному. Как у нас Путин сказал до этого, дожил до пенсии, в деревянный макинтоши поехал. И дальше. Да, а в целом я чуть-чуть, но тоже поменял само отношение к болезни, потому что я раньше очень сильно, как бы, ну считал, что это все равно не настолько прям опасно, что ли, или насколько прям ее тиражирует, эта опасность. В целом, да, ее можно, наверное, вот сравнить там и с пневмонией, но это же, получается, одна из разновидностей. И последствия тоже, как бы, даже если человек заразился, вылечился, то могут быть тяжелые последствия, там, и какой-то хронический баронхит, там, и так далее. Но для России все равно, я считаю, намного страшнее будут экономические последствия, чем сама опасность этого вируса. То есть экономические последствия, которые, там, безработица страшная, падение уровня доходов населения. Малый бизнес. Да, да, малый, малый, средний бизнес, малый вообще помрет, средний побарахтается и помрет, поэтому, как бы, в этом плане, сколько люди потеряют рабочих мест, и что в ближайшие полгода новую работу будет очень тяжело найти, при том, что вот у нас, там, министр финансов Силуанов сказал, что тучные годы закончились в России. То есть предыдущие года, там, грубо говоря, там, с года 14-15 по сегодняшний год, это, они имели в виду, что это в России тучные годы, то есть у нас много денег, оказывается, было. А сейчас будет, даже по юг расчетам, будет вообще задница. Поэтому я в этом плане, конечно, хотел что-то позитивное сказать, но это у меня такой немножко истерический смех, потому что, как бы, было бы так смешно, если бы не было так грустно прогнозировать, какие будут тяжелые экономические последствия. Ты видишь, экономические падения, опять же, повышается уровень, там, преступности, повышается уровень, там, социальной поддержки, понижается уровень. Отсутствие? То есть, ну, все, да, 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 то есть, ну, людям, по сути дела, выживать придется, а, как бы... Ну, с другой стороны, есть, в этой ситуации есть положительность теми же, с тем же падением цен на нефть, может быть, начнем думать, делать выводы правильно, какие-то действия, подтолкнет на определенные действия. Я думаю, ты понимаешь, что я говорю, и... Наоборот, я думаю, специально загоняет нас, да, весь мир загоняет такие условия, чтобы люди делали вывод. Вон, Китай, справился с коронавирусом, люди балдеют, делают выводы о том, что хорошая у нас страна, правильно жить? Мне кажется, так, как бы. Ну, да. Хорошо, что я живу в Китае. Вот, если бы я был бы китайц, я думал, да, хорошо, что я живу в Китае. Мы справились с коронавирусом, по пиар-коду хожу, нормально, меня контролируют, при этом государство контролирует, а не я сам. А у нас сидите дома, сидите дома, сидите дома, понимаешь, окончится уже. Ну, здесь, что хорошо, здесь только люди другу помогают. Ну, вот, там, обычные люди нормально помогают, никто не пиарится. Здесь начинают наши избранники. Ну, тоже, наверное, смотрится так глупо. Что бы ты посоветовал нашим зрителям, находясь в Китае, что бы ты хотел сказать им? Ну, я хотел что-то, я вот пытался до нашего эфира там что-то позитивное сказать как-то. Ну, знаешь, приободрить такой, приободрить, да, в какой-то такой тяжелый момент, думаешь, ну, действительно сейчас лежать, тем более, это когда что-то плохое случилось, да, грубо говоря, там, что-то сегодня случилось, и как бы завтра люди от этого отходят. Какая-то, ну, трагедия или еще что-то. Это одно. Но, а когда какой-то вот как кризис, который долгоиграющий, который, знаешь, как пиявка, которая высасывает из тебя кровь, и каждым днем, с каждым днем тебе вот все тяжелее, тяжелее становится. Это чуть-чуть другое, и мне кажется, даже это потяжелее именно в моральном таком понимании. Поэтому поддержать как-то я бы, не знаю, даже какие-то... Денег нет, а вы держитесь, да? Да, да, да. Я как бы могу только вот поддержать, в плане надо крепиться духом, потому что, я думаю, и хотя бы постараться какие-то правильные выводы из всей этой ситуации сделать. То есть, конечно, понятно, что будет жопа, понятно, непонятно, как мы из нее будем выбираться, и, скорее всего, мы будем тяжело выбираться. Но попытаться хотя бы из этой ситуации правильные выводы сделать, мне кажется, да, это единственный момент, где можно какой-то позитив найти во всей этой ситуации. Переоценку ценностей. Ну да, переоценку, вот именно понимание причинно-следственной связи, да? То есть, когда ты чего-то хочешь, и ты когда не видишь основу этих проблем, то как бы ты проблему не решишь. Это знаешь, я с одним... Я когда дома был, с одним человеком разговаривал, он мне говорит... Вот ты знаешь, говорит, представь, что Калмыкия, говорит, это квартира. Квартира или комната. И говорит, все проблемы Калмыкии, это, говорит, протекающая труба. Вот у нас, говорит, течет труба, а мы, говорит, начинаем лужу вытирать, говорит, там, обогреватель подносить, окна открываем, проветриваем, чтобы она высохла. Говорит, ну, говорит, трубу не чиним, трубу не чиним. У нас, к нам, говорит, приходит сантехник в виде наших, говорит, там, правительства, руководителей и так далее. И наш сантехник, говорит, нам говорит, блин, а у вас обои красивые, говорит, кафель красивые, говорит, люстра. Мы ему говорим, вот мы ему, мы говорим этому сантехнику, ты нам трубу почини. А он нам в ответ говорит, да, у вас квартира хорошая, в хорошем районе. И дом у вас исторически, а трубу не чинит. То есть, понимаешь, вот эта аналогия, она мне очень понравилась, потому что именно починить трубу и решить проблему, либо мы должны сами ее чинить, либо мы должны заставлять нашего сантехника и контролировать его постоянно в починке этой трубы. А мы чем занимаемся? Мы протираем лужи, ставим обогреватели, ставим пушки проветриваемую квартиру. Подносим ведра. Да, подносим ведра, выливаем эти ведра. Понимаешь, корень и основу, фундамент мы не меняем и не модернизируем. А наш сантехник, да, вот он приходит, при том, что у нас сантехник, уже там третий-четвертый сантехник поменялся. Из одной управляющей компании. Да, из одной управляющей компании. Он придет, на нашу квартиру похвалит, скажет, что у нас квартира красивая, все-все-все. Потом покупает себе квартиру в другом доме и переезжает. А к нам приезжает новый сантехник. И мы самое главное, да, уже три сколько нас, как минимум три сантехника поменялось, причем, что долго они все сидели. И мы все равно сидим и как бы на этих сантехниках молимся и радуемся, когда они приходят у нас в праздник. Именно понимание причинно-следственной связи, мне кажется, у нас в целом, если брать народ, у нас каждый человек по отдельности очень умный. А когда у нас берет массовое мышление, мы почему-то таких, мне кажется, очевидных все равно вещей не понимаем. Так хорошо рассказал про Китай, про все, и в конце про политику все равно завернул, да? Ну, видишь, как вы... Спасибо тебе за то, что вышел на связь, за то, что... Я когда эту историю услышал, действительно, мне рассказали люди, мне вообще рассказали, что ты как будто в такси ехал, узнал. Оказывается, по-другому все было. Я подумал, что тем более ты там в Китае, и там подписчики, было бы интересно. Меня Шанхая привез таксист сюда в город, а на следующий день или через день он мне написал, что он в новостях прочитал, что на нашем рейсе был этот зараженный. И когда он мне накинул ссылку в телефоне, я по этой ссылке перешел, и тогда я узнал. То есть, да, в принципе, мне такси сказал, но я не в такси узнал, это он мне просто сказал. Видишь, какая ответственность даже у таксиста, он узнал с какого-то рейса. Да, и его тоже закрыли на 14 дней. Из-за тебя, да? Да, он потом ругался, говорит, из-за тебя, говорит, в 14 дней работать не можешь. Ну, Медген, спасибо, что вышел. Спасибо за такое интервью. Это первое у меня вот такое. Ну, как бы, я думаю, в условиях коронавируса и в условиях карантина, точнее, это, как бы, думаю, полезная штука.